продолжаю не бриться миха вот побрился и подстригся доброе утро вам сегодня у нас 14 февраля с праздником да день всех влюбленных но я его не люблю почему посвящаем это видео человек посмотрел видос на ютюбе понравилось и он тоже решил убрать балансиры будем сейчас его разбирать будем гильзовать менять поршневую будем ставить к дэшный насос масляный и самое главное будем первый раз врезать масляные форсунки авто подстукивал в общем вопреки вашего мнения у нас здесь вот он клиент улыбнулся мы бы не разводили он сам решил разобрать так и не подскажете на каком масле так просто один вопрос мальчик что ты маслицем да конечно обязательно сейчас такой первым номером идешь на первом масло залили продолжаю не бриться миха вот побрился и подстригся доброе утро вам сегодня у нас такое число 14 февраля с праздником до 10 влюбленных но я его не люблю ладно о чем видео видео о том что уже снимали не раз что у нас у нас ехает это автомобиль киа соренто девятого года 190 тысяч пробег вот не смотрел подошел уже видите мишка тут ковыряет поэтому стука не увидите увидите задиры почему посвящаем это видео человек посмотрел видос на ютюбе понравилось и он тоже решил убрать балансиры будем сейчас его разбирать будем гильзовать менять поршневую будем ставить кодешный насос масляный и самое главное будем первый раз врезать масляные форсунки автомобиль так как девятого года до того как вышел рестайлинг этого автомобиля не ставились форсунки с одинского года да они пошли уже если у вас рестайлинговый кузов то знаешь форсунки там стоят а здесь их тупо нет сейчас мы это разберем посмотрим на задиры форсунки будем ставить как раз с 11 года вот заказали они придут когда будет мишка собирать меня не будет буду в отпуске народ мишка покажет расскажет какие будут нюансы когда мы это будем врезать как что сейчас что от него пока отстану насос его мотор куда выходит вверх вынимать вверх мотор вынимается вверх снимается капот и вперед коробка на месте до доставляем коробку подранник все на месте до достаем его вверх раскидаем посмотрим и отправим на гильзовку задиры поршня все вам покажу покажу что форсунок на блоке нет это мы знаем достоверно балансиры выкидываем в общем приступаем к веселью посмотрим чем это все закончится уже миха доведет наш так сказать блок до конца именно по этой машинке и если вам нравится вот надеюсь видели вам вам тут собирал в принципе доступно все рассказал выполним то чего хотят зрители ладно приступаем к разборке так же говорю будем на каешку врезать форсунки у нас вот заказали от рестайлинга форсунка вот она как выглядит сейчас тут как раз михаил разбирает блок научиться разберем посмотрим что там нет посмотрим за одно место но там все понятно видео сейчас ожидаем должны прийти у нас клапана болт крепления масляной форсунки он же и клапан в нем встроен и вам покажем номерочек тоже скажем пока так ждем разборки мишка разобрал наш мишель скажешь да в принципе самый живой из всех неживых а чё с вкладышами вкладыши живые единственно что коренной на 5 шейки чуть-чуть его не то что даже под задрала но он уже стал шершавенький принципе клиенты так собирался все вкладыши менять вот он прям проводишь по нему чувствуется он цепляется поршня поршня ничего такого не смертельного не научилась 1 2 3 вообще отлично она холодная встречала ли он на горячую заехал тоже спать подстукивал в общем вопреки вашего мнения у нас не судом клиент улыбнулся мы не разводили он сам решил разобрать так и не подскажете на хумас ли так просто один вопрос вот матюль ездили поэтому тут как бы сейчас вы скажете что мы грузим нет не грузим лучик присутствует тут снимаем при нем все разбираем нам не тяжело посетите так что было видно на цилиндре не кстати не очень задран еще такого примета нет что такое нагара все первое владельство не 2 или 3 на каком пробеге но надо мере 8 до 6 190 ваши 110 тоже не здесь ну смотрим видел до кого нагартом по бокам как странный горел ну-ка переверни миш как и говорили до 11 года масляных форсунок не надо но есть места под них как вы видите уж тут не сложно догадаться где они должны стоять мечты догадываешься не имею ни малейшего поэтому в принципе вот и горел будем сверлить наугад ждем сейчас должны сами клапана прийти которые форсунки держит там же он пустотелый болт который пропускает масло там под давлением уже как я говорил будет миша доснимать уезжаю вот он будет рассказывать вам показывать делаем честно скажу форсунки первый раз вырезаем ничего думаю сложного нет набор купили сумки купили руки голова есть нарежем убираем балансиры правильно до доставим к дэшный насос это все покажем расскажем вам сейчас пока чувствует все равно его гильзовать ну да уж раз влезли с вкладышами не решили чтобы но этот но вы пошли когда у человека остается машина поэтому мы с вами уже увидимся когда блок вернется с гильзовки когда начнем исполнять что масляные форсунки когда ты снимешь расскажешь покажем так что на роспишите нам будем смотреть это так что человек на на себя тоже будет смотреть потом интересно не зря провел с нами полдня сейчас все детали в мойку что ж на этом пока завершаем до встречи полным ходом да 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 на всех парах я думаю что я творю что я творю так походу все да нет еще 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 слушай ну мне кажется уже хорош потому что основной канал может за проточили там а это уже пошла боковая стенка так что так что там надо чистить его смотрите как красиво получается когда их прекрасный прибор так вот здесь вот есть пробка для канала не забудьте его надо будет выкрутить все это выкрутить пока объясняем желательно двух сторон да тут смотрите на каешных поршнях у нас есть про . ну-ка не устать его ну давай продуем мы сейчас разговариваем с вами напоминать о заводских форсунках так ведь да 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 не знаю все тут тут он под корень еще сверлить туда ставим оригинальная завода вот он смотрите площадка здесь есть она не шлифованная что будем делать мы когда врежем форсунку подложим медную шайбу подобрали она выровняет поверхность и прижмет форсунку завода площадка отшлифованная эта поверхность видите закругленная вот она она прилегает плотно и поджимается к прям боку но так как здесь у нас не шлифована поэтому и приняли такое решение поставить эти шайбочки поставим она прижмет и не даст самому болту который будет держать открутиться будет плотно плюс не будет потери давления ну да потому что если если давление свалить это будет не над гуд ну положи то пока например на вот выглубы так будет это выглядит ну чуть-чуть она конечно будет доворотом вот тут вот прям вот так примерно будет это все стоять сейчас продолжаем когда закончим сверлим первую расскажем что вам нужно какие будут элементы болты крепления он живут клапан который перепускает давление масла и подает его на форсунку вот номерок кому интересно пока еще не отъехал горюшки сваливаем сегодня будем сверливать в блок надеюсь успею это все заснять и рассказать вам как крепится если какие-то нюансы и что потребуется при крепление его к блоку кайси на профессора чё ты маслицем да конечно обязательно все с какой первым номером или что до первым номером у нас им 12 шаг 125 да 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 хочу грязных перчатках а так ты же двигатели делаешь это бывает у нас вопрос почему они не докторские почему не резиновые отвечу на этот вопрос руки потеют неудобно а ты не можешь нарезать резьбу спотными руками скользит передвинуться сюда и начать врезать резьбу после первого номера будет 2 2 конечно ладно чем съемку пока не ближе в резьбу мало ли выходим но стружка алюминиевых перхать выпало мишель все расскажи ты уже мы его закрутили эту форсунку в принципе все и так уж и сложно если есть чем руки для этого просто беречь фонарь пишем на работу много света смотрите видите уже резьба нарезана клапан он же болт он же все мы закручиваем заходит по резьбе все там держится в общем вам нужно сверло 10 и 5 туда 10 с половиной по металлу нужно вам набор митчиков уже говорили вот 1 2 номер 1 2 номер м 12 1 25 она вот она стоит уже закручивается из того что поняли мы первый раз я же говорю делали тащили и ровно по центру да а надо чуть-чуть брать ближе к поршню потому что видите очень близко шляпка болта проходит со стенкой он в принципе закрутиться тут не проблема головку мы насадили рада рада чтобы она более удобно было сборка разборка нужно брать ближе его сюда чуть-чуть короче от центра сместить эту эту сторону и как раз попадете ровно но ничего страшного и здесь все будет работать будет нормально в общем что потребуется медные шайбы надо будет подобрать размеру потребуется сами форсунки болт обязательно к ней руки станок еще раз напоминаю из 90-х кабинета труда ограбили ближайшую школу ну поршень чтобы примериться хотя бы чтобы понимать куда направиться единственное что осталось видите на форсунки направляющие нагрузки нет есть направляющие там особо она никуда не денется и зажмут и так поэтому сейчас мы когда сориентирован форсунку надо будет четвертым сыром на четверочка нужно будет здесь маленькую точечку поставить куда да 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 что придется там причем он не на всю длину то входа да 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 там чуть-чуть заставит поэтому так продолжаем дальше уже ничего интересного гильзуем мишка дальше расскажет про моменты про все про к дэшный нашел уже будем ставить я парни в теплый солнечный ванна мишель чё продолжишь бог да да пока вот наши форсунки детям уже все их установили не смотрится ощущение что они стоят тут прям завода в заводке место все поставили направление прям на поршень это помню охлаждение и маска поршневой важный момент просто и пробочка про нее говорили обязательно нужно и откручивать и продавать масляный канал очень-очень много стружки остается в этом канале мы это сделали в принципе встретимся с вами уже во вторник понедельник мы отвезем наш блок на гильзовку как видите еще и гильзовки будем собирать помню что мы убираем баланс волы у меня и масло насос прошли выходные вернулся наш блок из гильзовки видно новые гильзы уже стоят но мы их еще покажем когда соберем вот они наши форсунки смотрятся они здесь очень красиво как будто они тут всегда и стояли как мы и говорили мы здесь поменяли вкладыши поставили новые коренные новые шатунные но мы еще не устанавливали потому что у нас еще поршня не собраны колено не пострадало ну что колено установлено вкладыши все моментами затянули про них рассказывать особо не будем мы уже про них много раз говорили во всех наших предыдущих видео можно посмотреть узнать услышать вот вот они наши форсунки красивые вот так вот они стоят ведь этом прям рядышком проходит противовес ничего не мешает ничего не задевает все хорошо дальше дальше мы будем ставить плиту будем устанавливать масло насос устанавливать звезду и цепь и успокоители на нижнюю цепь и успокоители от двигателя же 4кд то есть мы удаляем баланс валы уже про это говорили то есть вместо них на же 4к как многие знают масло насос идет с баланс валами вместо них ставится вот такой вот маленький насосик с такой же производительностью пусть никто не боится не думает вот ставится вместо них ставится весь этот комплект но в общем принципе при установке я все покажу так что будет выглядит там есть небольшой нюанс с болтами про это я тоже расскажу вот мы установили плиту сейчас будем устанавливать комплект масло насоса от двигателя же 4кд двухлитрового напоминаем и удаляли баланс валы чтобы это сделать что нам понадобилось масло насос уже его показали вот так он выглядит вот его номерочек нам нужна звезда шестеренка коленвала оригинальный номерочек вот цепь от двигателя же 4кд вот ее номер так же нам нужно успокоителю два штуки тоже от кд-шного мотора обычный успокоитель вот так вот устанавливается вот успокоитель с натяжной пружиной но есть одно но на каешном моторе вы видите здесь есть масляный канал здесь стоит гидравлический натяжитель цепи вот поэтому нужно что делать либо глушить канал вставлять сюда направляющую втулку для пружины для вот этой вот либо удалять эту пружинку снимаем ее просто отсюда на видите здесь на защелке просто держится мы обычно и снимаем здесь вот упор есть вот этот вот под гидронатяжитель и ставим оригинальный гидронатяжитель от каешного двигателя все работает прекрасно сейчас соберу покажу как это выглядит ну что низ мы собрали обещал вам показать гильзы вот они наши гильзы вот они красивые новые гильзы все это делается под поршня под размер поршня дальше в принципе что мы будем делать дальше прокладочка ставим головку блока головка у нас уже готова там поменяются сальто клапанов плитёры клапанов все остальное не пострадало все остальное остается старое ну в общем будем собирать двигатель устанавливать ГРМ крышки вот известно что еще вам покажу подгон еще не приехал вон подпределив подгон с ним и увидел в чем разница в подгонах и почему их изменили так вот так это все выглядит в буре очень неплохо вот он этот упор то есть если вы переживаете за счет того что там стоит пружина мы сюда ставим гидронатяжитель тут ничего страшного сами видите этот упор сделан специально для натяжителя так это выглядит голой дорогущий баланс вал хотел уточнить что обязательно нужно покупать три болта от маслонасоса номера к сожалению вам не скажу они пришли без упаковки вот так вот они выглядят это болты именно под G4KD потому что болты старые от маслонасоса с баланс валами не подходят ну что головку мы прикрутили распредвалы тоже уже на месте поставили ГРМ ГРМ здесь новый дальше прикручиваем переднюю крышку клапанную крышку и поддон в общем передняя крышка клапанная вам я думаю не особо интересно на поддоне мы остановимся там есть один нюанс что в принципе мы все собрали осталось прикрутить поддон вот он старый поддон вот блок баланс валов вот зачем мы его меняем поддон в принципе вы бы сказали что в принципе нормальный поддон зачем его менять но есть один нюанс в котором кто-то знает кто-то не знает это поддон двигателя G4KD который идет без блока баланс валов маслонасос как вы помните мы поставили от того же двигателя есть один нюанс это противоток ну и опять же емкость поддона тоже видите как намного меньше если оставить старый поддон туда нужно будет целую гору масла заливать с этим поддоном этого делать не надо будет и самое важное это вот этот вот пластина противоток называется для чего она нужна для того чтобы когда вы едете по неровностям то есть по уклону дороги масло не разбрызгивалось по двигателю как это все выглядит в общем сейчас мы его прикрутим приклеим и в принципе будем устанавливать двигатель на место автомобиль уже в цеху мы его захотели увидимся когда уже все будет работать ну что дорогие друзья собрали мы наш мотор установили все работает идеально масло залили мальтиприз залили гур проверили все четко шуршит сами слышите нет вибраций многие думают что после удаления баланса появится вибрация смотрите вибрации вообще нету двигатель работает лучше чем с завода так что подписывайтесь на наш канал приезжайте к нам в автосервис будем вас чинить